слушайте ну как а нафиг третья мировая серьезно понимаете что для мировой войны нужно чтобы как бы сопоставимые части воевали мира друг с другом то есть в первой мировой войне там франция против германии российская империя там османская империя ну равновесие какое-то должно быть надо подобное с подобным сравнивать они жидкий понос российской федерации стами не знаю с америкой с японией с великобритании но кто вот задайте себе вопросу против кого будет допустим с одной стороны мы уже сейчас видим распределение ролей там до америка япония там великобритания франция германия весь евросоюз фактически а с другой стороны у нас кто вот этот российская федерация да там допустим отрыжка советского союза ну то есть последний выдох позже и кто еще северная корея у которой сейчас российская федерация берет снаряды покупая китай можно даже не упоминать потому что понятно что поначалу китая маячил за спиной российской федерации но ребята китай это нифига не япония 39 40 года да это страна которая дали блин там киссингер вот это да когда там еще конфликт на острове даманске то есть америка открыла свои рынки для китая дала возможность этой стране было на дайте от советского союза подняться технологии на западные ну сейчас товарищ си цзиньпинь блин решил что он король мира и выводят сейчас из китая производства американцы западный мир в индию которая противостоит китаю от сопоставимы китай индия в индию переводят производства китай себя нормально сейчас чувствует как там растет ввп или что-то там происходит с недвижимостью в которой там по моему вот 30 процентов ввп было в китае это или по недвижимости именно не взрывает также целыми кварталами пустые дома жилье никому не нужно не обанкротилась его гранда вот эта китайская самая большая не приезжал си цзиньпинь сан-франциско там рассказывать пытался встретиться с предпринимателями американскими быстрее чем с президентом байдена ничего вам это не говорить китай конечно может там что-то на тайвань рыбнулся скорее всего так и сделает как путин допустим да сделал когда 12 13 года началось там падение уровня жизни он ничего другого не придумал лишь брендик себе поднять как захватить крым потом попереться сейчас ну дурак с инициатива это прекрасно когда он в твоих еще с полномочиями такими рычагами кто с другой стороны кто в одной в одной мировой войне с одной стороны мировой идеи германия франция там америка япония австралия и как бы индия что же я так понимаю будет становиться на эту сторону если начнется противостояние скита кто с другой стороны кто с другой стороны рашист вот эти которые яйцам сейчас не могут ладь дать ну люди которые там поднялись за последние 20 лет за счет роста цены на нефть сейчас им этот краник перекрывают кто-то помнит до 90-е годы когда нефть стоило 9 долларов за баррель сейчас я посмотрел сегодня специально urals бренд российские 62 доллара сегодня стоит и уже не хватает этого россияне уже что там уже запрещает с 1 января покупку валюты не запрещают от как бы дали полномочию центробанку просто блокировать тех кто захочет сильно много валюты купить уже эмиссия идет какая да то есть центробанк то есть минфин выпускает облигации займа покупают это банки банки берут кредиты у центробанка центробанков то есть сами сами у себя занимает это ну и миссия в чистом виде инфляция будет то есть ждите в следующем году 150 за доллар 200 за доллар и это как бы то что закладывает сама российская федерация кто будет участвовать в этой мировой войне это все равно что я не знаю там зулусы против пулемета максим мясо т-55 до 80 против хаймерсов вот здесь но я же то своими глазами пишут что себя представляет западное вооружение что представляет из себя блин рашистская вот это говно блин совковая не переживать не будет никакой третий мировой просто поставят в стойло российскую федерацию и за нам потихоньку себя лапти плести еще хлебать коньки отбрасывать